И ты молчала просто Ночное такси представляет программу Стартовая площадка Александр и Аркадий Фрумины представляют музыку новых исполнителей Стартуем вместе! Три, два, один, старт! Здравствуйте, наши уважаемые слушатели! Это программа Стартовая площадка И я с большим удовольствием сегодня вновь приглашаю вас к встрече с новыми музыкантами Мы немножко, чуть-чуть задержались в эфире Но выйдем вовремя к концепту по заявкам из нашей московской студии То есть, в общем, в эфире будем в любом случае до полуночи Сегодня музыкант, который уже у нас с Аркадием в гостях побывал Но вот в FM-версии Стартовая площадка его встречают впервые Поэтому, собственно, о нем сейчас в начале программы рассказывает мой сын Итак, Аркадий, кто в гостях сегодня у нас? Сегодня в гостях у нас Максим Он у нас солист, вокалист и вообще самый крутой парень в группе Телл И сегодня он расскажет нам про свой новый альбом «Лабиринт» Да, я вышел альбом, наконец-то Всем привет, кстати, Москва, Питер Здравствуйте, меня зовут Максим Куле Вышел мой... 1 июля вышел мой альбом «Лабиринт» для скачивания на разных ресурсах Потом он был выложен в свободном доступе ВКонтакте для онлайн прослушивания И вот сегодня, я думаю, мы презентуем некоторые треки в акустике А некоторые и в виде... Готовых фонограмм Готовых фонограмм, да Да-да-да, вот И вы можете послушать наш альбом То есть это, так сказать, презентация альбома «Лабиринт» группы Телл на радио Ну мы на самом деле еще раз скажем для тех, кто может быть сегодня впервые нас с Аркадием слушает Что эта программа стартовая площадка Это программа, которая создана специально для того, чтобы представлять вам, дорогие друзья, тех музыкантов Которые активно начинают профессиональную творческую деятельность Собственно, стартуем вместе, поэтому так мы всегда и поступаем Аркадий Фрумин, мой сын, готовит материалы для этой программы Работает редактором, а также и звукорежиссером аудио- и видеозаписи за пультом Что касается меня, Александра Фрумина То я знакомлюсь с музыкантами именно когда они приезжают сюда, в нашу студию Собственно, в этом и смысл программы В этом, как говорится, ее сценарный план и заключается Я не знакомлюсь с музыкантами до того, как они появятся в студии прямого эфира И именно оказавшись в студии прямого эфира Стараюсь правильно оценить то, что они делают для вас Вот, собственно, вкратце это так все и выглядит Всегда по пятницам с 23 до полуночи на радио «Шансон» на 104,4 Гц ФМ Теперь привыкайте, собственно, вторую неделю к этой программе Итак, я предлагаю определиться, с чего же мы начнем Мы поставим фонограмму или все-таки сыграем на питание? Я думаю, мы поставим фонограмму первой песне с альбома «Лабиринт» Она называется «Это я» И она в необычном стиле панк-даб-степ Слушаем Дикция, шниция, невнятная дикция Это я Денег нету Дайте иммунитету Это я Звезды в небе Зерна в вашем хлебе Это я Восхитителен Отвратителен Это я ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Стартуем вместе! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, так, друзья, это стартовая площадка Это программа, которая рассказывает о авторах, которые начинают свой творческий путь И сегодня с удовольствием с Максимом мы вновь находимся в этой студии Но впервые, подчеркиваю, на FM-диапазоне, поскольку до этого программа выходила на нашей интернет-платформе И, естественно, доступна в качестве видеоверсии на телеканале «Ночной такси» на YouTube Ну, собственно, так же, как и сегодня тоже, поскольку все это записывается нашей видеокамерой Но вот на FM-диапазоне сегодня наш гость находится впервые Что за логика альбома, о котором мы говорим сейчас? Эта пластинка, она в продлении того, о чем мы говорили в прошлой программе? Или это какой-то совсем новый творческий инструмент? Ну, в той программе мы говорили о скопанке, да, и как о основном стиле моей группы Конечно, вот эта пластинка, она очень концептуальная и состоит из двух частей Вот эта вот песня, которая «Это я» — это было, наверное, самое необычное для нашей группы звучание песня Потому что у нас звукорежиссер, и по совместительству он пишет всякие электронные треки Очень помогал нам с подкладочками То есть на концертах, когда мы будем выступать, у нас очень будет много подкладок То есть ты хочешь сказать, что этот трек в него внес свой вклад звукорежиссера Который, собственно, и сподвигнул тебя на идею добавить Конечно, конечно, но это все, это же, как бы, получается, группа же Группа же — это коллективное творчество Но я, как бы, все корректировал Я, как художественный руководитель этой группы, просто, ну, как бы, он делал допстеп Поговорю, нет, тут не так, тут надо паузу сделать, тут надо занизить Даже некоторые вещи, вот электронные, я прописывал на гитаре Ну, то есть некоторые мелодии, да, так скажем, из этой песни Партии, ну, там, какие там партии? Мелодии, мини-мини И он их переводил в электронное звучание Ты сказал? Ну, то есть... Добавлял Ну, то есть делал это А я на гитаре просто Вот, как бы, да, вот такое сотрудничество гитары Гитары, гитарной, акустической музыки И синтезатора, да? Ну, да, скажем, синтезатора Ну, там, скорее, не синтезатор, у него аппаратура стоит такая Ну, тоже разная Скажи, Максим, а вот для работы на сцене Вот то, что мы сейчас слышим Это рассчитано именно на такое звучание, да? То есть люди, которые с тобой работают на сценической площадке Они могут сделать такой звук, да? Ну, во-первых, там звучит всего лишь электронная подкладка И гитара, электро-гитара Ну, в начале акустическая Нет, я понимаю, мне просто интересно Это интересно, что это в таком же виде работает в студии Как и работает на сцене Или на сцене это звучит прием Вот, например, вот этот трек, как он задумывается Если это будет вживую То есть включается подкладка, то есть минус Вот этот играет Но в то же время гитарист стоит и тоже играет Вот То есть накладывает гитару на электронную Да, и при этом я еще вначале пою Пою четыре строчки, ну, как вы слышали Вот, и вот Но это, в принципе, единственный такой трек, который в большей части Вот электрический Остальные вы сейчас послушаете Музыкантам в этом треке работать по минимуму, да? Музыкантам в этом треке работать по минимуму на сцене Да, 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 да Там барабанщик не играет в этом треке И басист тоже не играет То есть ты, в принципе, поклонник того, чтобы музыка была в значительной степени акустическая Что? В значительной степени акустическая была музыка, да? Ну, нет, почему акустическое? На концертах мы играем На концертах? Живая? Я имею в виду именно концертное звучание Чтобы наша публика могла понять Повторю свой вопрос Вот то, что сейчас идет в нашем эфире Насколько это похоже на то, что вы делаете на сцене? Это вообще не похоже Вот этот трек, он, так сказать, индивидуальный Это просто индивидуум Это так получилось и захотелось Альбом Лабиринт, на самом деле Вот он такой, он такой, как он есть Некоторые его называют провальным Я сам в какой-то степени Интересная музыка, все же разные, авторская Да, да, конечно же, все интересно Но, так сказать То есть, никто не ожидал от нас такой музыки Когда я выложил, друзья говорят Ну, блин, ты же раньше играл живую музыку Барабаны, бас, тромбон Гитара электрическая, да, акустическая где-то Где это, где? Что это, электронная музыка? Что там, какие-то аранжировки Пошли такие левые Но я говорю, ну такой альбом, ребята Вы дождитесь, мы осенью пишем еще один альбом И уже пишем его всей группой И это будет альбом полностью без электроники Он будет полностью писаться live То есть, будет он писаться на студии Музыканты будут играть одновременно То есть, это не будет записано раздельно Да, это поканальный альбом Здесь поканально все А тот будет Ну, понял То есть, это писать с помощью мультисессии А тот будет именно такой, как это называется Направленный язык Директный То есть, в директной записи Сразу будет вся команда Да, да, да Только, возможно, вокал перепишем потом А Вокальные дорожки обычные перекладывают Ясно Хорошо, что мы слушаем дальше? Давайте дальше сыграть Или же еще? Давай живую для разнообразия У нас, в принципе, панограмм хватает Да, сыграем с гитарой Потому что публика всегда это очень высоко ценит Дорогие друзья, еще раз напомню Ваши радиопрямки настроены на 104,4 МГц FM Это радиостанция Шансон И программа, которая носит название Стартовая площадка Привыкайте к нашей программе Всегда по пятницам с 23 до полуночи Программу ведут для вас Александр Это я и Аркадий Фрумин И, соответственно, папа, папа и сын И всегда у нас живая музыка Следующая песня У нас тоже с нового альбома Но я сыграю ее в акустике Она называется Зачем мне врать Песня немножко шуточная И как пойдет Я рок-звезда, но у меня нет справки Извините Я люблю весь мир, но моя хата Питер Мои фанаты готовы меня просто разорвать Уоу-оу-оу-оу Ведь я самый пиздатый и крутой Зачем мне врать? Зачем мне врать? Зачем мне врать? Ля-ля-ля-ля-ля Зачем мне врать? Пу-рум-бу-пум Зачем мне врать? Я рокер не русский Я рокер мировой Сыграю вам хоть над босфором А хоть над Невой Я красавчик Весь в отца и мать Зовут Макс Кулея Погремуха Банан Зачем мне врать? Зачем мне врать? Зачем мне врать? Ла-па-па-пам Зачем мне врать? Ля-ля-ля-ля Зачем мне врать? Я рок-звезда Но у меня нет справки Извините Ну вот такая вот забавная Панковская песенка И я так понимаю, что... Под акустикой конечно сложно Такие песни играть Ну как? Ну, традиционная такая Панковская музыка Я надеюсь, что Мы хорошо знаем Наши правила Сыночек должен был Подупредить об этом нашего гостя Что нецензурной лексики У нас в эфире быть не должно Даже в легкой форме Поэтому мы один раз это пропустили В эфире не стали Всключать мьют Но больше этого не пропустим Поскольку мы зарегистрированы Нашим государственным средством Массоинформации И вещи, которые касаются Нецензурной лексики В нашем эфире запрещены В соответствии с действующим законодательством Поэтому один раз мы пропустили Кто-то услышал Кто-то не услышал Но больше такого В прямом эфире не пропустим Итак, я думаю, что Есть смысл Спросить о том Какая композиция Сейчас является Максим Самой главной Из вот этого нового альбома Какой трек Является основным Собственно говоря Самой-самой главной Печкой Поделимся с нашей аудиторией Фонограмма? Да, конечно Фонограмма Так Ну какая Ключевая композиция? Ключевая композиция Какая тебе больше нравится? Чё, когда? Прости меня Ветер Кенгуру Амстердам Давайте поставим Песню Амстердам Это такая песенка Посвященная действительно Известнейшему городу Европы Да Послушайте эту песню Песню Амстердам Славный город Амстердам Все другие Без пьянки Пятые ходят Тут и там Нынче праздник В Амстердаме Нынче будет Гей-парад Это значит Все отлично Боже мой Я сильно рад Лучший город На земле Открывает Двери мне Вау Здравствуй Город Амстердам Лучший город На земле Открывает Душу мне Вау Здравствуй Город Амстердам Лучший город На земле Открывает Открывает Душу мне Вау Здравствуй Город Амстердам Лучший город На земле Открывает Двери мне Вау Здравствуй Город Амстердам Двери мне Вау Здравствуй Продолжить В эфире стартовая площадка. В эфире стартовой площадки показывал другие треки и предупреждал нас о том, что скоро появится его полноценный номерной альбом, что, собственно говоря, сегодня и происходит. Поэтому сегодняшний эфир стартовой площадки на 104.4 FM на радио Шансон в Санкт-Петербурге вполне можно считать презентацией его нового альбома. Макс, а этот альбом на самом деле где и как доступен аудитории? Ну это Long Play, 13 треков, длинный альбом. Доступен. Где можно его? Можно послушать на soundcloud.com, telllabyrinth 2015. Можно послушать ВКонтакте. Павел, еще раз напомню, это твоя команда. Telll это моя группа, да. Альбом называется Лабиринт. Telll это по-английски пишется. Telll, как говорить. Там альбом находится в полной версии, да? Где? На soundcloud? Да-да-да. Там альбом, да, в полной версии. Можно скачать с Яндекс.Диска, но это с моей страницы, там это сложно, это все по ссылкам. Сложнее найти, да? Да-да, сложнее. В ВКонтакте есть все треки, но, наверное... Ссылка будет в описании под видео. Да-да-да, ВКонтакте есть. Есть группа специальная, посвященная альбому. Там есть все треки, описание, краткое, каждой песне есть описание. Ну, просто по радио это долго говорить, наверное. Но я могу, в принципе, прокомментировать сейчас эту песню, которую играла. Вот. Вот Soundcloud, значит. И, конечно же, YouTube. На YouTube есть просто full version. То есть это просто видео, где играет от начала до конца альбом. Есть альбом, да? Да, конечно же, с картинкой. Ну, понятно, да. С обложкой. То есть, как обычно делают, скан как бы обложки, да? Да, потому что, скажи мне, люди любят смотреть видео и от начала до конца прослушивают. Я заметил, я тоже сам так люблю делать. А хранит ваш альбом какой? Сколько там? 28 минут. 28 минут? То есть, довольно большая работа, на самом деле. Ну, да. Хотя, в принципе, я говорю, альбом не очень... То есть, раскритикован сильно очень. То есть, он не похож на то, что твоя команда выпускала до этого, да? Ну, не то, что не похож. Удачно, да? Нет, не то же самое удачно. Ну, а кто назвал его удачным или неудачным? Да это... Нет. Альбом мне нравится. Я очень доволен. Просто дело в том, что все очень долго ждали этот альбом. Чуть ли не год писался. Хотя его можно было записать за 2-3 дня. Но просто все ждали чего-то такого, прям вообще бомбу какую-то. А это просто альбом, который... Ну, просто вот он такой. И все. И мне захотелось вот так вот записать. Я говорю, следующий альбом выйдет уже в конце осени, в начале зимы. И это будет... Название не скажу. И песни... Просто пока мы писали этот альбом, я написал уже много... Следующий, да? Да, я написал следующий. Ну, как минимум, готовится, да, следующий альбом. То есть, его ждать недолго, да? До зимы-то недолго осталось? Ну, да, 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 люди, готовьтесь, готовьтесь к хорошему панк-року с тромбонами и с трубами. Мы услышали в конце этого трека альт-саксофон. На нем играл Кирюша Бодров. Кирюша, спасибо. Интересно. Ясно. Хорошо, слушаем следующую композицию. Время у нас еще есть. Хоть мы сегодня немножко позднее вышли в эфир. Сколько? У нас что, 20? Да, да, у нас 20 завершений по каждому часу. И лежим. Как у тебя больше нравится? Давай послушаем, что когда. Мне прям очень интересно, что это за трек. Ну, название, сынок, мы ориентируем. Да, я в тот раз играл, когда приходил к вам на радио, я играл эту песню в акустике. Послушайте ее. Да, если мы ее слушали в акустике в прошлый раз, то есть на ютубе, поэтому лучше послушайте ее в электричестве. Слушаем, что когда. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Стартуем вместе Дорогие друзья, именно так Это Максим Куле Это его группа ТОЛ Заметьте, в завершении этого названия Эль в латинское два раза Пишется, как он только сказал В прошлом включении Сегодня у нас премьера Абсолютно полноценного Большого 28-минутного альбома Сегодня он впервые Часть альбома У нас сегодня не весь альбом Весь альбом, конечно, мы вам показать не можем В течение эфирного часа Сынок абсолютно прав Но это немалая часть И плюс к этому Макс играет на гитаре Отчаянно Кстати, если у вас есть такие вопросы Можем сказать номер нашего телефона В Санкт-Петербурге расположен Вы даже можете позвонить в нашу ночную студию Это вполне реально Если кому-то это интересно Задать вопрос нашему гостю То вполне можно это сделать в онлайн 325-104-4 Соответственно, 104-4 номер нашей эфирной частоты 325-104-4 Вы можете смело позвонить нам И мы выведем вас в прямой эфир У вас еще целых 15 минут Для этого, если кто-то интересуется Вот такой современной музыкой Скайпанк, который играет наш гость Неординарный, говорит мой сынок Я с ним согласен Песня Амстердама Она сама по себе очень такая толерантная Что для России не очень привычно И она может резонанс Ну, дорогие друзья Еще раз говорю Это зависит от вас Это исключительно ваш выбор Но номер нашего телефона Я вам только что сообщил Так что вы смело можете с нами пообщаться Еще раз говорю 325-104-4 Код города 812 Да, ну, если вы звоните из области Если в Санкт-Петербурге 812-325-104-4 104-4 Да Ну, дорогие друзья Оказывается, у вас есть еще только 15 минут Потому что Чуть более 15 минут Потому что начнется 17-18 Затем концерт по заявкам Из нашей московской студии Поэтому, естественно Всегда работает стартовая площадка До полуночи Вот у нас уже есть телефонный звонок Давай Так Давай наводи Еще раз Сынок Сынок Не удается нам соединиться Не удается сюда, к сожалению Ну, если вы упорны Будьте упорны Перезвоните, перезвоните Да, конечно Отвечу на любой вопрос Мы услышали Почему не Что-то он не переключает на телефон Я думаю, что там все получится Давайте еще раз продиктуем телефончик 325-104-4 325-104-4 325-104-4 Код города 812 Ну, пока мы ждем Заручки Я предлагаю послушать Еще одну композицию Уже у нас гость Приготовил Саравод с гитарой Поэтому с гитарой Вы послушаем Верно? Ну, давайте Да Песня Со следующего альбома Я не знаю Как ее правда играть И как ее петь В таком На акустике Но попробую спеть Она называется Добрая Небо Тихо Стало Разоветь Зв... Ой, извините Тут звонит, что ли? Давайте Ответь Я Отлегся Звучит Что такое? Алло Я не понимаю Алло Кто его знает Ну, в смысле Давай не будем отвлекать Нашего гостя От пения Эфир, конечно, прямой Но желательно Чтобы тогда уже Телефонный звоночек Мы не отрывались Небо Тихо Стало Разоветь Солнце Мяко Начало Тускнеть Звезды В небе Точечки Огней В это Время Чувствуешь Сильней Если Будем Мы Всю ночь Сидеть На крыше Дачи И наверх Смотреть Значит Снова Упадет Звезда И Толкнет Нас На Добрые Дела Добрые Дела Ла-ла-ла-ла баба 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 добрые дела ла лава ла ла добрые дела добрые зило ну так вот он встретим на заноси Сыночек, ты знаешь, какой кнопочкой перехватывается звонок? Я знаю, да. Я нажимаю. Ну? Оп. Алло. О, вы в эфире. Положили. Ну, как раз. Друзья, лучше так не делать, потому что телефон многоканальный. Если мы поймали ваш звонок, лучше не убегать, иначе произойдет следующий звонок. Давайте еще раз. Поэтому тут, дорогие друзья, уже зависит. Да, вот он телефончик. Сейчас сыночек попробует это сделать. Так, он перехватывает звонок. Все в прямом эфире происходит. И выводит на пульт нашего гостя. Главное, не бояться и не суетиться. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. А вопросик можно? Сейчас. Да, можно. Конечно. Ну, шапка мешает одеть наушники. Поэтому проще его снимать. Но сейчас мы уже с этим справимся. Как-как? Мы слушаем вас внимательно. А сколько альбомов у вас? Ну, вот этот первый Longplay. Longplay это 13 треков. Это большой альбом. До этого выходили синглы, выходили EP альбомы. Это коротенький альбом, по 4 песни. Но если брать все вместе, то, что было до этого альбома, да, то, что это Лабиринт, мы слушали сейчас. Я считаю, что это наш второй альбом. А все, что было до этого, можно взять и объединить в один альбом. Так что я считаю, это наш второй альбом, а до этого был один. То есть два альбома? Пока. А вы сами пишете. В смысле, сами пишем. Песни. А вы автор? Да, да, я же автор. Я мелодист, вокалист и поэт, текстовик. То есть, да, я пошутил. А привет, можно будет передать от меня? Привет, да, кому? Че, Володу, богомольному. Не следуй, Дим, Харькович, это наш ведущий. Это ведущий нашей радиостанции, да. Мы его поклоним. Конечно, конечно, все нормально. Предполю, не волнуйся. Спасибо. Спасибо, да, всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо, да. Отлично. Дорогие друзья, это программа «Стартовая площадка». Сколько? У нас есть... У нас еще есть целых... Еще немало времени. Вы можете еще позвонить? Давайте этот номерочек скажем. Я думаю, что мы можем смело послушать песню. Я тоже думаю, что лучше послушать фонограмму. Дорогие друзья, еще раз напомню, что эта программа «Стартовая площадка» в эфире «Радио Шансон». Ваши радиопряминки по-прежнему настроены на 104,4 МГц ФМ в Санкт-Петербурге и Генгардской области. И в «Стартной площадке» для вас сегодня Макс Куле, его группа «Толл» и новая работа этой группы, большой альбом, который мы сегодня показываем вам впервые. В некоторой композиции также наш гость, естественно, работает с гитарой тоже. перед фонограммой, что, скорее всего, следующий альбом выйдет под названием не «Теллгруппы», а «Теллкрю». Будет добавлено слово «крю». Группировка получается, да? Я ничего не понимаю. Да-да, «Теллгруппы» — команда, сообщество, группа, да. Слушаем трек «Кенгуру». Давай. Ночь идёт, срываются струны, Ветер летит. Я не буду ждать ответа погоды. Я так знаю ответ. Крым наш, на какое цену? На Украине вообще пиздец. Я буду любить тебя, это приятно. Даже если нет. Всего нам опять я вберу. Я хотел бы свалить в Австралию, там «Кенгуру». Всего нам мешал, опять я вберу. Я хотел бы свалить в Австралию, там «Кенгуру». День хрустит, приятно, жарит морозец. Всё кругом в снегу. Дети на санках с горок. Им похуй на войну. Революция эта всегда похвальна. Вызов самому себе. Путин делает наглядовки. Ну скажи это любой семье. Всего нам мешал. Опять я вберу. Я хотел бы свалить в Австралию, там «Кенгуру». Всего нам мешал. Опять я вберу. Я хотел бы свалить в Австралию, там «Кенгуру». Я хотел бы свалить в Австралию, там «Кенгуру». Всего нам мешал, опять я вберу. Я хотел бы свалить в Австралию, там «Кенгуру». Стартуем вместе. Добрый друзья, это программа «Стартовая площадка». И мы вновь сегодня показываем вам новую музыку. Сегодня в гостях у нас Максим Куля и его группа «Тел». Тот самый альбом, который, естественно, является совершенной новинкой. Звучит у нас. Уже было сказано авторам «Максимум», где можно эту музыку послушать. Можно послушать ее в «Саундклод», в облачном сервисе, где альбом находится полностью. Храдовит Раша довольно большой, 28 минут. Ну, а сегодня фрагменты этой программы звучат в нашем эфире впервые. У нас есть телефонный звонок. Константин. Здравствуйте. А можно задать вопрос? Да, конечно. Сколько лучше всего человек для моей группы, которую я создаю, МП-5 взять? Сколько человек? Такой состав, да? Да. Надо, чтобы создать группу. А какой стиль музыки ты хочешь играть? Рок. Рок? Ну, я считаю, а ты на чем хочешь играть или петь хочешь? На рок-гитаре. На рок-гитаре. Ну, на электрической гитаре. Ну, я считаю, что нужно, наверное, как минимум три. Барабанщик, басист и гитарист. Лучше четыре, ну, минимум три. Так, у нас обрался звонок. Ну, ничего, зато у нас герой ответил на альбом, герой нашей программы, Макс Кулей, ответил нашему слушателю Константину. Как я понял, Аркадий, когда он брал этот телефонный звонок, что вчера этот же юный Константин звонил на прокурку «Рок волна». Как я помню, да? Именно так. Это же раз приятно. Да, да, конечно. Я не задавал другие вопросы. Но звонил сюда, в эту же студию, поэтому слушает каждый день. Ну, да, значит, интересно и каждую ночь тоже. Поскольку вечерние программы из Санкт-Петербурга выходят с 23 до полуночи практически каждый день, пока вот кроме понедельника и воскресенья, все остальные дни работают именно программы из Питера. И поэтому вы смело можете, зная наш телефон, он также, этот телефон нами предлагается вам для заявок на наши концерты по заявкам с 15 до 16 часов ежедневно. Из 21 до 22 часов вечерний концерт. Но тот же самый номер, естественно, работает и на наших специальных программах, одна из которых, собственно говоря, стартовая площадка сейчас находится в нашем эфире. Я предлагаю, чтобы наш герой Макс Кулей еще что-нибудь... А, успеет, нет, уже... Ну, успеет, у нас по большому счету осталось 6 минут, и еще одна фонограмма есть. Ну, я... А сколько там 5? Сыграл 3. Я принес 5, сыграл 3. Смотри, у нас осталось «Прости меня, ветер», и это я, ты, по-моему, уже сыграл. Или нет? Значит, я предлагаю исполнить еще одну композицию, затем ответить на наш традиционный вопрос, и в финале прозвучит фонограмма. Ну, давайте, я пробую. Я думаю, мы все это за 6 минут прекрасно успеем сделать. Песня очень странная, как и весь альбом «Лабиринт», я говорю, который для некоторых оказался разочарован, потому что совершенно в другом звучании. Песня сейчас тоже очень будет... Она на двух аккордах всего? Какая есть? Но мне очень хочется ее спеть на основу альбома «Лабиринт». Называется она «Фитили». Зима сыплет снегом, наверное, права. Что хочет, то и делает наша зима. Зима сыплет снегом, как и весь альбома «Лабиринт» Фитили. 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 А-а-а Был практически финальный трек, в том числе трек в живом исполнении, в сегодняшнем эфире стартовой площадки. И, как всегда, перед тем, как попрощаться, я прошу моего гостя ответить на несложный вопрос, его пожелания нашей аудитории, тем людям, которые сейчас слушают радио Шансон на 104,4 десятых на Герс ФМ, и тем людям, которые будут смотреть видеозапись сегодняшней стартовой площадки на Ютубе. Ребята, звонил парень, я хочу пожелать вам начинаний, вот видите, я записал альбом, большой лонгплей, хотя начинал свою музыку, наша группа начиналась в 2009-2007 году, вот, и мы тогда играли, и ничего не записывали, просто играли. Вот, я считаю, что не надо ничего записывать, на самом деле, по перваку, вы просто собирайте свою группу, собирайте единомышленников, можете даже одноклассников, просто не умея играть даже на инструментах, просто идите на репетиционную точку, берите инструменты и играйте. Не обязательно идти, я считаю, чтобы играть рок, не обязательно идти какому-то преподавателю, какому-то специальному преподавателю, который будет вас разучивать играть романсы, потому что вы просто можете купить самоучитель, называется гитара для чайников, по которому я научился играть на гитаре, вот. И вы научитесь какие-то брать базовые аккорды, и тогда вы можете собрать, в принципе, группу, бас-гитара, там тоже несложные партии, и барабанщик, который будет стучать, какой-то минимальный ритм, вот. И тогда вы будете постепенно, постепенно, год за годом дома сидеть, вам уже что-то понравится, вы будете изучать разные соло, вы будете изучать разную музыку, слушать её, экспериментировать, и я думаю, всё у вас получится. Главное, главное, вот если человек хочет похудеть, или какую-то, что-то, вот, чего-то добиться, всё начинается не с того, что он идёт качаться, а всё начинается в его образе, в его голове, потому что он представляет картину, главное иметь во воображении картину, чего ты хочешь добиться. Ты можешь развесить свою комнату, свою спальню постерами известных групп, ты будешь просыпаться и засыпать, смотря на эти постеры, и они будут тебя мотивировать к своей мечте. Ты будешь, как Арнольд Шварценеггер, накачанным, ты будешь музыкантом. Максим, я вынужден прервать ваше слово излияния, поскольку у нас в лице концерт по заявкам из нашей московской студии, и поэтому мы должны попрощаться. Спасибо, спасибо за хорошее пожелание. Дорогие друзья, это была программа «Стартовая площадка», и мы всегда с вами по пятницам с 23 до полуночи на 104,4 в Мегерс ФМ. Я, Александр Фомин, прощаюсь с вами до завтра, завтра в это же время, то есть в 23 часов я также буду в нашей студии в Санкт-Петербурге, и мы вместе с Андреем Левашовым будем вновь представлять для вас очередной выпуск программы «Ночное такси». Ну, а со слушателями «Стартовой площадки» я прощаюсь ровно на неделю до следующей пятницы. Спасибо за субтитры!